Тетка говорит, got it, добрый сень, у меня сегодня и сейчас вечер, соответственно, тем, у кого вечер тоже добрый, а у кого другое время дня тоже добрый. Итак, сегодня объявлен 103-й Псалом Куб Гиммал. И я это покажу. Есть такой трактат Софрим, Масахет Софрим, он поздний, он, по всей видимости, времен Гаонов, это не Мишна, это несколько вещей, которые называются тоже Масахет, трактаты, которые сочинены позже были, типа Масахет Тфилин, Масахет, ну вот такого типа. Это времена уже Гаонов, то есть после 7 века. Но Масахет Тфилин довольно существенен, да, но там есть очень древний материал при этом в этих трактатах. И 103-й Псалом там упоминается как Псалом Йом-Кипура, причем единственный Псалом Йом-Кипура. Больше ничего к Йом-Кипуру там не предписан. И это будет интересно посмотреть, и интересно посмотреть, почему именно этот Псалом читают при болезни. И вообще, вот книга, которой я пользуюсь, что когда читают, основная книга, не дополнительная литература у каббалистов, а основная книга, эта книга называется Шимуша Дгилин. Книга тоже где-то, по всей видимости, периода Гаонов. Там есть очень странные вещи, которые не всегда понятна логика автора. То есть, то ли он опирается на какие-то вещи, которые нам недоступны, какие-то традиции, когда что читаются, иногда они вызывают изумление, но про этот Псалом, как это ни странно, действительно нельзя не согласиться, что это идеальный выбор чтения, когда человек болеет. Итак, давайте посмотрим и попробуем понять, почему именно он. Значит... Я, как обычно, выбираю, ну, вот так вот. Значит... Ну, вот такой вот вариант. Я надеюсь, всем хорошо виден экран. Или сделать побольше, попробовать. Так, лучше будет или нет? Или лучше вернуть, как было? Ясно, никто не отзывается. Нормально, так хорошо. Так хорошо. Да, большая добись экрана. Ну, хорошо. Значит... Значит, и так. Ладови бархи навси. Бархи навси. Бархи навси. Бархи навси. Понятно, что... Бархи навси. Правильное чтение. Благословить душа моя. Бархи навси. То имеет в виду не этот псалом 104, следующий за ним. И они связаны, эти два псалма, безусловно. Следующий псалом 104, один из самых красивых книг, при этом. И это не только мое мнение, это мнение огромного количества народу, в том числе, например, Гумбольда. Один из самых красивых псалмов в книге. И он предписан, 104-й, следующий за ним, Кроссходыш. Этот, еще раз, говорит, предписан к книге Масыкатум Софрием Ёмки-Пур. Но, еще раз, читают его в сочетании с 130-м псалмом. 130-й псалмом – это Маамакин, естественно, из глубин в Забаю. При болезни. В идеале три раза в день. Утром, после полудня и перед заходом. Опять, традиция, когда читают псалмы по случаю, их читают только в световое время дня. И, например, вот подобным образом в Елала Давид, псалм, который надо читать три раза в день, нет ни одного седура, который распределяет по трем молитвам. Шахрид Минха и Маариф. В Маариф никто не помещает, потому что псалмы вечером, после захода солнца, читают, если читают ночью, то их читают после полуночи уже. Когда нужно читать именно как действенные, какой-то вещь. Значит, итак. Ладавид Бархинов, щи, эт, Адунай, выхон, кровай, эт, чем, качо. Благослови душа моя Господа и все. Давайте я вот как правильно, как правильно литературно переводить. У вас написано. Это перевод напечатанный и изданный, причем многократно уже напечатанный и изданный. Поэтому там литературная сторона в порядке. А я буду позволять себе переводить несколько более вольно то, чего на бумагу класть не положено, такие слова. Выхон, кровай, это все кишки мои, все потроха мои. Вот посмотрите, это действительно очень красивое противопоставление, что с одной стороны душа должна благословить Господа, а с другой все потроха, вот эти внутренние органы, сердце, печень, легкие кишки, телезенка, надпочечники, почки и все прочие части тела, которые ведомо анатомом или анатомом, не знаю как. То есть вот это сочетание благословит душа и тело, причем вот такое тело, ну совершенно в самом приземленном смысле слова, в самом анатомическом смысле слова, это вот здесь. Я боюсь, что потроха, вы бы сами взмутились, если бы это в письменном виде обнаружили, такой перевод, но он очень точный был бы. Бархиновши, второй стих, Бархиновши, это Дунай, Благослови душа моя Господа, не забудь, ну тут, двойное отрицание, не забудь все его благодеяния, все, чем он тебе сдал, ничего не забудь. Гасулайлах лаколь аванэйхи, харуфэ лаколь тахалуайхи, хагуэль мишахат хаяйхи, хаматрайхи хэсат варахамин. Значит, прощающий все твои грехи, излечивающий, лечащий или излечивает все твои болезни, цвета и недуги, спасает от могилы твою жизнь. Вот здесь глагол атар, это может быть венец, а может быть колючая ограда, поэтому правильно здесь ограждает покровительством и милостью, и любовью. На самом деле, слово рахамим, вот я хочу здесь чуть-чуть остановиться на кое-какой грамматике. Вот смотрите, здесь неожиданно переходят к очень редкой форме, вот обратите внимание на притяжательных суффиксах, коль авонейхи, не коль авонех, это женский род, тут вот я хочу обратить внимание, это женский род. То есть, он прощает все твои грехи, обращено к женщине, к чему-то женского рода. Не мои грехи, а грехи души. Женский род здесь, вот эта душа, вот отсюда, вот она. Вот опять, благослови душа моя, не забудь обратить внимание, что про душу женским родом, про дух всех благово ставить женском роде. Альтишкахи, не забудь. По этому поводу, он прощает, кому тебе души все твои грехи, твои, твои душе, грехи, которые совершает душа. Он лечит все твои болезни. Это удивительная форма, вот эта форма притяжения в современном иврите и в библейском иврите, должно быть коль тахалуаих, коль тахалуаих, а не коль тахалуих, ильяхи, не шахат, не хаехи, а хаех, ну и так далее. Все проходили, как выглядят притяжительные суффиксы и знают, что это простое, в женском роде, это простой каф с двумя точками. Вот такая форма, вот которая здесь, женский род, вот в такой форме, она во всем тахалуих, только один раз есть. В смысле, в одном отрывке, она много раз в этом отрывке, это рассказ о Ильише и вдове с двумя детьми, то самое знаменитое чудо, когда Ильиша для спасения вдовы от взаимодавцев просит ее одолжить кучу пустых кувшинов, и эти кувшины чудом наполняются маслом, она их продает, это масло, и в результате выходит из стесненного финансового положения. Так вот, все обращения Ильиша к этой женщине, они вот в этой форме, вот в этой вот кроматической форме, больше нигде. Но эта форма столь воспринимается как неправильная и диалектная, что Масора поправляет текст всюду и просит читать как положено, но написано именно вот так. По-моему, это форма такого ласкового несколько обращения, и поэтому воспринимается как некоторое деревенское, приблизительно, как в русском языке мой Мишенька сказал. Мой Мишенька это форма очень ласково-трепетного, потому что грамматически и нормативно требуется сказать мой муж Мишенька, или мой дорогой Мишенька, но нельзя говорить мой Мишенька, это запрещено по норме русского языка, тем не менее, все прекрасно понимают этот оттенок. Здесь где-то вот этот оттенок. Он относится к тебе, он Всевышний, он прощает твои милочка грехи, лечит твои милочка болезни, спасает от могилы твою милочка душа, твою душа, милочка, жизнь, ограждает тебя милосердием, и ну, хэсет это покровительство, а вот рахамин, мы привыкли переводить слово милосердие, в свое время Раф Бочко давал урок по Рафу Арону Маркусу, только книга, которая редко дает уроки, книга называется Кэсет Гасофэр, значит, и Раф Арон Маркус там обращает внимание в том, что милосердие в европейских языках во всех, без исключения, это сердце, там всегда снова сердце, гудхавт, да, в русском, милосердие в сердце, рахамин, корень тоже связан с органом тела, но вы меня извините, это матка, рахам это матка, и это же, да, при этом в рамейском рахим глагол это любить просто, в рамейском языке, в иврите идет повсегда повышение на уровне по сравнению с арамейском, если любить в ирамейском, если рахим, рахем на самом деле, в ирамейском любить, то в иврите это должно быть возвышенная любовь, то есть милосердие, вот это поднятие в иврите на уровень по сравнению с арамейском, но вот хаза в арамейском смотреть, а в иврите предвидеть, всегда надо арамейское, почти всегда арамейский глагол нужно поднять на уровне для иврита. Значит, так вот, он ограждает тебя покровительством и любовью, на самом деле. Слово рахамим – это любовь, причем любовь женская. Это очень важно, потому что хесед – это мужская любовь. Это тоже любовь, но любовь – это такая покровительство. Любовь отца к ребенку. Это отцовская любовь. Она очень сильно построена на покровительстве. Все прекрасно знают разницу между природой любви отца и любви матери. Это явление разной природы. Они друг на друга, на самом деле, не совсем даже похожи. У них корни разные. А рахамим – это женская любовь просто по факту рождения. Я это родила, я это люблю, потому что это кусок меня. Нетрудно догадаться, что мужчина такого чувства быть не может, потому что он не рождает. И мужская любовь, она формируется хитрее и дольше, но очень высоко построена именно на хесед, на желании покровительствовать и защищать. И она вот таким вот способом строит. Поэтому, когда вы встречаете в пару хесед и рахамим, всегда имейте в виду, что это мужская и женская любовь. И приписывать, не забывать никогда приписывать Всевышнему женскую любовь к творениям, она очевидна на самом деле. Потому что он создал своими руками. Он вдохнул тот, кто вдохнул, часть себя вдохнул, как известно в Медраше по поводу души. Поэтому эта женская любовь, она для Всевышнего тоже есть. И ну вот хазаль, они по-другому немножко строят, и у них это появляется некоторое, когда они хотят подчеркнуть женское вот это вот отношение Всевышнего к миру, женскую сторону. Я только, не боже мой, не пытаюсь сказать, что Всевышний есть по-мужской или женской. Не боже мой. Просто сторону вопрос, сторону отношений, то они вводят понятие шахина. И шахина плачет, например. Бог плачет, это звучит плохо. А шахина, это понятно о чем. Это вот этот поворот женской стороной. Так вот, он ограждает тебя мужской, отцовской и материнской любовью. Это вот приблизительно вот этот оттенок, который здесь есть. Замечу, это именно оттенки слов. Хамазбия беттов эдьех насыщает твое тело. Слово эдьех не очень хорошо понятно. Это слово основное значение вообще слово эдьех это обычное украшение. Но ясно, что здесь не этот смысл. Слово ад, я могу показать, несколько раз употребляется в значении пища. И это самый простой, я могу доказать, что оно в таком значении несколько раз встречается в Танахе. мазбия адбасар кормит пищей и пищей. Вот так. Поэтому здесь выбран перевод именно вот этот, как самый естественный. Не исключено, что есть другое значение это тело. Нахищает благом тело твое. вот здесь уже решить невозможно. Титхадеш кенешер неурайхи возвращает как орлу юность твою. Раши, медраши упорно говорят о смене, оперении птиц. Раши, я не помню, кто из них, кто ли Раши, кто-то из них говорит, что раз в 10 лет кто-то говорит ежегодно. Мало птиц сменяют оперение регулярно, некоторые вообще никогда. Например, попугай никогда не меняет оперение. Ну, кроме как юношеского, детского оперения они меняют на взрослые, но так вообще большинство птиц не очень меняют оперение. Вот, но как бы есть периоды, когда оперение орлов вы учитываете, что перевод слова не шарф словом орел, оно условное довольно-таки иногда выглядит таким больным из-за оперения орлы. Значит, шестой стих господь делает справедливость и правосудие, дает правосудие всем, а щук это обобранный вообще-то, угнетенный, обобранный, слово угнетенный, оно очень правильное здесь, значит, угнетенный, да, конечно. Значит, и тут меняется стиль. «ЕДЕДРАХАПЛЫМОШЕЛВНЕЙ ИСРАЛЕЛЛАТАВ». Значит, понятно, что обращение к душе кончилось и начинается чуть-чуть новая тема, но я хочу вернуться к этой теме, которая была и обратить внимание, вот красным шрифтом «ГАСУЛЕАХАРОФЕХАГОЭЛЬХАМАЗБЕУМИШПАТИТ» «Прощающий, лечащий, спасающий, кормящий суд». Для любого человека, который достаточно внимательно к таким вещам относится, он моментально видит четыре, на самом деле пять благословений и шмонайстер. Да, шмонайстер построен не вокруг этого псалма, шмонайстер построен скорее вокруг двадцать девятого псалма, но обратите внимание, что шестое благословение в молитве оно СЛИХА, потом ГЕУЛА, за ним идет ГЕУЛА, вот это, потом идет РФУА, излечение, потом идет ПРНОСА, прокормление, вот оно, и одиннадцатое благословение Мишпати, это самое, ГАМАНОГАМИШПАТ, или, да, вот, то есть некоторые элементы, повторяющие внутреннее содержание шмонайстера здесь есть, и вообще, кстати, то, что здесь нет элементов остальных типа ГЕУЛА, типа возвращения, восстановления Иерусалима, царской династии, и подобного, это просто куда более древний псалом, чем те, где это необходимо. Значит, то есть вот эта часть, вот эта часть, благослови душа Моя Гошема, а потом идет часть, как бы повторяющая основную молитву, после чего меняется тема, и говорится, Юдей Драхаф Лемоше, людная Исраэль, апинутап, он поведал пути свои Моше, сынам Израэля, деяния свои, замыслы, помыслы, слова Алила, она достаточно сложна. Мотивы своих поступков может быть. Скрытые механизмы поступков еще может быть. При этом я советую быть чувствительным, потому что в Танахе, точнее у пророков и в Писаниях, Моше упоминается, по-моему, всего пять раз. На него не принято ссылаться. Где-то чуть ли не на уровне догматики Моше лишний раз не упоминают во всех книгах Наха после Хумаша. Причем это продолжается будет еще очень долго, потому что вы не находите ни одного героя Наха, ни одного героя у пророков с именем Моше или имени подобным Моше. Вы не находите ни одного Моше в после Танахический период и в Талмуде ни один Моше не упомянут. Нет ни одного человека, названного именем Моше. У Гаонов огромные исследования показали, что может быть два человека в окружении Гаонов имели имя Моше. Один почти наверняка имя, второй то ли да, то ли нет. То есть один человек имя Моше. Поэтому высказывание от Моше до Моше не было Моше. Моше второй имеется в виду Моше сын Маймона, Рамбом. Имя Моше было настолько категорически под запретом, его лишний раз не упоминали, что до периода Рамбома это имя практически нигде не упоминается. После Рамбома как бы запрет снялся и Моше стали называть чуть ли не каждого третьего, если не каждого второго. Но появление этого имени уже демонстрирование позднее-позднее. Это уже ну, Рамбом умер в 1205 году. Поэтому, когда вы встречаете упоминание Моше, это значит прижало и приходится упоминать. Значит, имя Моше, оно вот запрещенное как бы имя для произношения в сумме. Причем так, на самом высоком уровне. Значит, дальше следует совершенно фантастически рахом ваханун Адунай эр-хапайм в раб хэсах милосердный и милостивый Господь, долготерпеливый и великий в милости. Это, естественно, 13 метод шло шло шестер метод рахом 13 атрибутов милосердия. И это, естественно, мы приплыли, какую же пути открыл Моше. Ссылка прямая книги Шмот, по-моему, 24 глава, где Моше просит, открой мне пути свои и в ответ получает молитву 13 метод тринадцать метод рахом получает в ответ 13 атрибутов милосердия. И мы понимаем теперь, почему седьмой и восьмой стих, почему Моше. Именно вот это слово дороги поведал пути свои, вот это пути именно Моше и каковы эти пути. Дальше шло шестер метод рахом нередкосты в книге Дьелим, в книге пророков, их штук двадцать таких упоминаний есть, только надо каждый раз смотреть, как ими пользуются. И дальше лолы не навеки гнев его не навеки хранит. Вообще тут здесь просто хранит, но обида добавлена, потому что не будь злопамятным лоти тор. То есть одно из значений нотар это не просто охранять, одно из значений его именно хранить, бурную память хранить, ну будь злопамятным. Локахатаэйну ассалану, лока вонатэйну гамаль алейну. Не по грехам нашим поступай, он сделал нам, не по преступлениям воздал нам. Далей кигаколага шамайм альха арат гавар хаздо аль иры а. ибо как высоко небо над землей победила его любовь над любовью боящимся неба. Боящимся в смысле боящимся в смысле почитающего. Кто-нибудь сходу видит чему это нет? Ладно, дойдем к этому. Но обратите внимание на странность образа. Как высоко небо над землей, так сильна, велика, могуча, могуча. Его покровительство над боящимися его. грехи, на грехи, но не сотрет грехи в 13 атрибутах очищающий и не очищающий как любит отец как любит отец детей так любит гошем боящихся его ибо он знает нашу переведено природой потом поговорю немножко помнит что мы прав вот я хочу обратить внимание на необычную форму грамматическую вот здесь захур если было бы захар то это было бы настоящее продолженное время но это было бы однократное продолженное действие а захор это непрерывно помнит всегда помнит вот слово яцрейну переведено природа я хочу заметить что как переводить это слово спор идет с древнейших переводчиков на другие языки и какое слово здесь только не таким словом здесь не переводили он знает основу нашего создания если хотите природа ибо мы прав и дальше опять следует эйнышка хацыр гима кацыз гасадэ кэн яцид значит человек подобен как трава дни человека подобны как трава извините эйнышка хацыр гима дни человека подобны травы как росток цветка полевого кирох абра бо бээйнэну пролетел над ним ветер бэйна и его больше нет логи бэлоги кирэну от мкмо не найдешь где он был это перевод за неимением лучшего по причине того что буквально здесь сказано и его место его больше не узнает я могу доказать что это пшат именно то что я сейчас сказал само место где он только что был его не узнает потому что точно то же самое подобным образом сказано в книге йова и там совершенно точно именно так там по другому понять нельзя просто это место и это именно вот насколько взял вот был росток был человек исчез и даже то место откуда он пришел больше никто само место его не знает но тут довольно важно слово рог которое уверенно перезапровать что ветер конечно это пшат но кирох абра бобэйнэно слово руах регулярно например не это главное не как ни слова книги кахэлот где это слово означает дух в том числе и душу уйдет от него душа и его не станет это еще такой смысл второй но в книге кахэлот в книге экклезиаста это слово там автор играет им очень тщательно и например знаменитая фраза нельзя заключить ветер в клетку вторым этажом там лежит нельзя заключить душу в клетку и это это очень сильно и то что автор имеет ввиду и то другое одновременно там это очевидно легко доказать и покровительство господня от века и до века над страшайшимися ему опять и он справедливо воздает внукам для тех кто соблюдает союз с ним кто помнит его законы чтобы исполнять и дальше следует последняя заключительная песнь господь утвердил на небесах престол свой и царство над всем царствует владеет и его царство владеет мошель это властитель и его царство властвует всем и дальше следует ударный конец благословите господа посланники его может быть ангела потому что перед этим было небеса а значит небеса гибурэйко хосэй дворо лишомэ быхой дворо лишмо быхой дворо значит сильные слова вот здесь вот я хочу заметить в правильный перевод здесь должно быть вот такой знак могучие витязи исполнителей слова его послушное слово него бирху адонай коль цваав не шарта все бояство его служители исполняющий воля его это все высшие силы это все обращение к ангелам и 22 барху адонай коль масса вы спустились на землю благословите господа все создания его мы холм комот нэм шалата во всех местах власти его владыкиство его и мы спустились с чего начали бархи на все это дунай благослови душа моя господа то есть вот финал он поэтически просто хорош потому что благословите ангелы благословите витязи благословите все творения дальше не они не люди не 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 моя душа и моя душа войди в этот хор добавь к этому хору вот это значимость души которая значима в этом вселенском хоре моя душа значимый персонаж ничуть не уступающий ангелом витязем тех кто слышит напрямую слово его чтобы исполнять то есть вот это супер мощь которая вдруг здесь возникает что моя душа с которой начали и которые обращались как бы душечка да вдруг она становится равноправным участником вот такого вселенского хора вот это действительно неожиданный такой итог в этой истории и он поэтически безусловно очень хорош мы его худо-бедно прочитали но я хочу еще обратно внимание на одну вещь которую здесь есть мэр одну минуточку мэр можно тебя немножко зацепить вот когда в 14 там посылка или как это сказать вот он говорит о том что человек из праха он грех сравнивает понимает что грех идет от праха а потом я хочу душе почему не его я сейчас ко всему этому я сейчас ко всему этому приду один момент просто забивая вперед я сейчас обязательно об этом буду говорить вот этот отрывок который я сказал касающийся теперь на самом деле хочу вот кто вспомнит главное молитва ёмки пурка ну я понимаю большинство из нас скажет мэйла потому что она завершающая конец сделала венец если учесть что прощение проходит после момент окончания ёмки пура то понятно что завершающая молитва она самая важная я имею ввиду другое какая молитва чаще всего повторяется в нем кипу ответ очевиден в каждой из четырех из пяти молитв ёмки пура раз за разом повторяется тринадцать атрибутов милосердия и это главная молитва ёмки пура почему она многократно повторяется по этому поводу появление здесь тринадцати атрибутов милосердия оно совершенно очевидно должно быть важно ежели восьмой стих рахум ваханум эрахапаев раб хэсэд просто повторяет слово в слово начало хашем хашем эль рахум ваханум эрахапаев раб хэсэд слово в слово повторяет тринадцать атрибутов которые даны моше то дальше на самом деле легко найти остальные атрибуты если хотите только на них надо очень внимательно смотреть в каком виде они у нас здесь появляются семнадцатый стих в хэсэд адонай мэолам ва адолам айгерав вецэд католи вне ваним ноцэр хэсэд лаалапим значит в шлашай эстрэмидот рахамим сказано ноцэр хэсэд лаалапим ноцэр это тот же самый шомэр только когда говорит аблагер это то он помнит о милости для тысячи там тысячи поколений но здесь еще сильнее хэсэд хэсэд он от века мэолам в адула от начала времен до конца времен значит он еще хэсэд в нашем псалме он больше чем хэсэд в шлашай эстрэмидот он еще выше значит дальше ноцэн ноцэ авон вэпэшэ вэхэта а да терпящий грех и преступление промашку ну там большой спор каком ну как это надо все все эти грехи располагать правильно там есть спор в трактате юма значит теперь смотрите а вот у нас он не по грехам нашим поступает с нами но каванатэйну гамаля лейны не по преступлениям раздает то есть он терпит он это сам и соответственно 18 соответственно стих а вот альбани вальбани вальшлуши вальрби им помнящий грехи припоминающий детям внукам и ну и так далее да и сложа с рамидот у нас вот оно и милость к внукам то есть на самом деле мы хорошо видим одну очень важную вещь шло шестрая медот в этом псалме они исправлены на абсолютное милосердие даже вот вот это даже довольно неудобная вещь которая идет спор комментаторов на кэ бы ноги на кэ да нужно ли это считать некоторые считают два атрибута некоторые считают один атрибут очищающий и не очищающий в нашем вдруг неожиданно все это возносится к тому что милосердие если кто-нибудь напряжется и вспомнит где еще упоминается как велико небо над землей то я хочу сказать что она упоминается в книге шаяху в 55 главе это глава которая это хафтара танец бур это тот отрывок которым читают во время общественного поста и там ибо мои помыслы говорит сегодняшний не как ваши помыслы и мои пути не такие как ваши пути говорит хаше как высоко небо над землей над землей так высоки дороги мои над вашими дорогами и помыслы мои над вашими помыслами высота небо над землей у и шаяху и это чтение в общественный пост а я повторяю а наш псалом это ян кипур куда уж пост пост появление здесь небо над землей и как далеки восток от запада да она ровно в обратную сторону идет его милосердие огромно он наши грехи не заметит и появление здесь вот этой темы да и я хочу заметить почему идем кипу а тот кто помнит молитву ян кипура крахэм аль габаним рахэм гашэм аль яра так жалеет так жалеет отец детей пожалеет гашэм боящихся его и и и а вот это молитвы ян кипура как как крахэм агабаним это молитва которая сопровождает кипур шло ш и сам медот это все отсюда вот это все идет отсюда Кихуй едает црейну Вот теперь мы подходим к тому Вопрос, который задала Эмка Он знает Ецрейну Мы всегда вспоминаем, когда мы видим Такого рода оборот Он знает наш Ецер А слово Ецер Вообще я предпочитаю перевод Словом натура, но В поэтическом тексте оно будет плохо Он знает нашу натуру Он знает нашу природу Слово Ецер Я могу Я не буду сейчас приводить, что там делает Иеронимус, как переводят вульгата Это слово очень трудное Для перевода Я, например, очень люблю переводить Слово Ецер в этом месте, понимать Как творческое начало Он знает Наше творческое начало На что мы только не способны Да Но здесь вряд ли Потому что ясно, что имеется в виду Фраза, сказанная в конце потопа Киецер лепадам рамен ура Ибо природа, сердце, человечество Зло от юности его Там есть, естественно, знаменитый мидраж Который добивает всех мамочек Который утверждает, что ребенок рождается только с Ецера А Ецер Тов, когда появляется То есть доброе начало Оно появляется не у младенчика А он же в тот момент, когда ребенок становится взрослым Лет 12-13 начинает потихоньку Отрастать Другой разговор Что дети не знают То вора Да, они не знают То вора Естественно, они не знают Что такое хорошо Что такое плохо Поэтому как бы они невинны Потому что Чтобы они не сделали чудовищного Они Не со зла Что называется А потому что Считают, что это правильно Они просто не думают В терминах Добра и зла Значит Он знает Что мы прав Вот это напоминание Здесь в этом псалме Ежели это псалом Ем-Кипура Он прекрасно понимает Он говорит Да ты же сам признался Ты знаешь И больше ничего плохого делать не будешь Ты обещал, что потопа не будет Вот это напоминание Вот это Некоторые наглости Напоминание Что как бы Ты сам признал Что нас Наказывать не надо Не исключено Что второй Вот это Он помнит Заху Кеофар Анахну Что мы Сделаны Из прах А поэтому Нас Надо Вот теперь Начинается проблема Та самая Которая Вшла Что с Фрамедот И там Где говорится Про высоту Неба над землей И от века До века То ведь Милосердие Всевышнего Одна из сторон Все этой темы Что не думай Что Всевышний Не установит суд У него Все время мира Оно его Он имеет право Он Может Сделать Он У него Все еще Есть возможность Сделать Что угодно До твоих Детей Вноков И правников Он может Отложить И взыскать Там дальше А мы Маленькие Слабенькие И я хочу Заметить Вот эта тема Человек Как Хацы Его дни Подобные Дни Травы Это же тема 90-го псалма И это очень важно 90-й псалом Это молитва Моше Человека Божьем Ну вот как В русском языке Переводить название Где Практически Слово В слово Вот это Вот этот Пассаж Человек Как Трава Оно же Почти Слово В слово Оттуда Только Там Вывод Совершенно Другой Вот Та же Самая Тема Времени В 90-м псалме Тысячи лет Для тебя Как день Вчерашний Уносят Людей Потоков Проходят Они Как сон Как Трава К утру Сменяема Утро Вырастает А к вечеру Уже исчезла Увяло Засохло Так Мы Исчезаем В гневе Твоем Трясемся Под яростью Твою Ты Ставишь Грехи Перед Собой И так Далее И так Далее Вот этот Ужас Травы Перед Создателем Перед Тем Кто Может Послать На нее На Человека Гром И молнию И все Ужасы Какие Только Возможны В этом В этом Псалме Эта тема Возвращается Но Но Оно Противопоставлено Выхэсэдхэшэмной Вон Рох Пролетит А Милосердие Будет Наоборот Вот эта Трава Над которой Милосердие Господь Мы Прах Но прах Над которым Милосердие Господь И Тогда Мы Понимаем Одну Верь Вот Что Повторяет Псалм Раз за Разом Он возвращается К одной Очень важной Теме Я Знаю Огромное Количество Проповедей Построенных На этом Псалме Усилить Чувы Здесь Этого Нету Здесь Нету Тема Чувы Она Вообще Не Прочув Я Понимаю Что В Йом Кипур Читает Псалом Где От Шувей Нет Ни Слова Это Может Показаться Неправильно Но Это Есть Чистая Вера И Это Вера Больного Человека В том Чистая Больного Не душевно А Больного Целесно Что Есть Что Является Условия Всевышний Пожалеет Строжайшихся Его Милостгачема От Века И Века Над Страшайшимся Его Второй Раз Дальше Уточнение Лышом Ры Бритолу Захуры Покуда Эла Сато Те Кто Саблюдает Саюз Сни И Помнящий Его Заветы Чтоб Исполняет Важно Вот Что Все Прекрасно Понимают Что Человек Грехов У всех Хватает У каждого Свои Ну И так Далее Но Но То Что В качестве Основы Милосердия Этот Псалом Дает Совершенно Другое Он Дает Достаточно Считать Что Причислять Тех К тем Кто Хранит Союз Его Помнящий Что Его Повеление Надо Исполнять Быть Быть Героем А Прочуву Нет А Прочуву Здесь Нет Здесь Есть Просто Общего Религиозного Чувства Достаточно Вот 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 Здесь Здесь Нет Призыва Отбросить Грехи Нет Призыва Исправиться Ничего Этого Потому Потому Что Это Чистая Молитва Которая Утверждает Прощение Как Факт Не В Заслугу Чего-то Нашего А Просто Как Факт Потому Что Его Любовь Оно Выше Неба А Наши Грехи Он Во власти Нет Не стереть Мы об этом Не говорим Это будет Слишком Большая Наглость Отдалить Как Далек Восток От Запада А Как Известно Запад Есть Запад Восток Есть Восток Вместе Им Не Сойтись Пока Не Призовет Что Там Вместе На Страшный Суть По 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 Это У Киплинга Но Отдалить Возможно Грехи Как От Нас Он Это Может Замечен Почему Молитва Ем Киплинга Почему Молитва Болезнь Потому Что То Что В ней Есть И Это Важнейшая Необычность Этого Текста Необычный Для всего Книги Делины Почему Это Чистая Совершенная Молитва Потому Потому Что Милости Бесплатно Тот Факт Что Ты Молишься Тот Факт Что Ты Читаешь Этот Псалом Уже Доказывает Что Ты Из Шамрей Бритого Из Тех Кто Храют Союз С ним Что Ты Мегир Авт Что Ты Из Тех Кто Боится Его Обидеть Что Боится Причинить Ему Неприятности Я настаиваю На таком понимании Слова Ерат Шен Страх Божий Это не Страх Наказания А страх Что Набидеться На тебя Вот этого Достаточно Поэтому Это Идеальное Абсолютно Напоминание О Милости Построенной Ни на чем С нашей Стороны Ни на чем Шамрей Брит Помнящий Ера Помнящий Что он Дает Требования Которые Надо Исполнять И Это Основа Этого Достаточно В рамках Этого Псалма Поэтому Псалом Йом Кипура Именно Да Этот День Прощения Как бы Что бы Не было В прошлом И это Молитва При болезни Точнее Гимн Чтения При болезни И Основа Его точно Так же Бесплатно Бесплатно Потому что Как бы Таково Твое Свойство Прощать И Посылать Воздоровление Ну Вот Что-нибудь Еще Хотите Я могу Кое-что Добавить Естественно Но По-моему Оно Будет Здесь Всегда Говорят Про Медраж Раби Гошуа Бен Леви Но Он Значит Он Говорит Что Три раза Бархинавш В этом Псалме Это О жизни Этого Мира Я Не буду Сюда Входить Просто Это Красивая Медраж Что он Здесь Сегодня Не сюда Просто Ну Вот Где-то Вот Это То Что Я Хотел Сказать Об Псалме Да Вопросы Замечательно Народ Есть Вопросы Народ Обдумывает Ну Я бы Сказал Если Можно Да Можно Сюда Мир Но Мы Его Не Читаем В Емки Пу Элочка Секунду Элочка Секунду Это Не будет Секунда Я Знаю Ребят Ну Вы Это Самое У Нас Есть Все Так Человек Эмиль Он Начал Говорить Дайте Ему Высказаться Но Вы же Культурные Люди Вы Читаете Тейлин Элочка А после Эмиля Пожалуйста Эмиль Мы Вас Слушаем Я Извиняюсь Я Хотел Добавить Вот К тому Что Вы Говорите Мотивы Да То Это Ничува Часто Очень Повторяется Такое Вот Выражение Или Понятие Что Значит Помоги Пожалей Спаси Нас Ради Себя Самого То есть Всевышний Как бы Уже Создав Нас Уже То Что Мы Уже Имеемся Это Как бы Прикликается И с тем Как молится Маше За народ Израиля То есть Раз он Уже Созвал И этот Народ Все Ради Своей Славы Да Нам Как бы Здесь Скрывается Чува То есть Да Он Возможность Исправиться Потому что Раз Ты Уже Нас Создал И Мы Уже Есть И Все И мы Постараемся Как бы Это Скрыто Да То есть Чтобы Для тебя Самого Потому что Ты уже Вложил В нас Труд Какой-то Да И Мы Готовы Как бы Спаси Нас Ради Этого Вот Есть Такой Вот Момент Мне кажется Да Тут Тоже Но Здесь Этого Нету Но Он Скрыет Просьбы Здесь Нет Просьбы Что Фундаментально Здесь Здесь Нет Даже Просьбы Нет Просьбы Нет Но Здесь Есть Как бы Это Общая Как бы Такая Установка Мне кажется Нет Вообще В любом Случа Здесь Общая Постановка Она Очень Простая Ты же Сам Сказал Милосердие Да Ну Вот Вот Я А вот Милосердие Ну Все Просьбы Такие Просьбы Чего Просить Вот Я Вот Твое Милосердие Вот Тринадцать Атрибут Все Мне Нечего Сказать Время Время Некоторые Вещи Не надо Проговаривать Вот Лахадумия Тебя Славит Молчание Элухим Бацион Бог На Сионе Вот Некоторые Вещи Проговаривать Не надо Некоторые Вещи Они Как бы Подразумевание Идет И оно Вот это Молчание Оно Как бы Уверенность В том Что мир Так Устроен Твое Милосердие Вот Здесь Вот здесь Вот в этом Псалме Вот это Суперсила Вот Я Вот Ты И Твое Милосердие Да Мне Просить Не о чем И делать Уже Нечего Вот Я больной Вот Я Вьем Гипур И Сделай Поделать Мне Нечего Все Молчи Это Очень Важно Некоторые Вещи Просто Молчать Это Цолом Это Молчание Оно Потрясающе Покрывает Вот это Молчание Где Нету В Цоломе Очень Важный Момент В нем Нет Просьбы Вот Нету Как Факта Просьбы Это Просто Вот Я Знаю Что Это Так Хорошо Пусть Вот так Окей Эллочка У тебя Остались Вопросы Не Я Хочу Сказать Что Это Здорово Очень Очень Здорово И Хочу Спросить Только Пол Это Даже Не Вопрос Но Мы Же Его Не Читаем В Ёмки Пор В Некоторых Общинах Читают В Некоторых Нет Зависит От Общины По-моему Вашкинанских Прямо Как Шир Шельем Не Читают Почему Не Спрашиваете Скажем Вот В Росходы Большинство Общин Читают Как Шир Шельем И Ежели Идет Спор То Нужно Ли Нужно Ли Читать Придач Шир Дня Недели Или Нет Но Я знаю Некоторые Общины Не Читают Бархинов Шельем Которые 104 Псалом Росходыш Я Не Помню Какие Общины Читают Какие Нет Для Это Нужно Открыть Справочник Просто Не Ну В Росходы Читают 104 Да Ашкиназы Читают И Почти Все Восточные Общины Читают Есть Очень Немного Исключений В Глубок Западных Общинах Не Читают Насколько Я Помню В Сильно Западных Общинах Европейских Не Читают Бархинов Шельем Ходыш А Этот Я Просто Забыл Посмотреть В Каких Общинах Читают Каких Нет И Как Читают Его И Когда Но То Что Из Рахем Аф Аль Габамин Это Четко Начало Пиюта Йом Кипура Который Читается Один из Пиютов Который Обязательно Читается При Шлоше Срамедот И Собственно Вся Основа То Что Это С самого Начала Псалом Приделанный К Шлоше Срамедот Но Это Очевидно В нем Это Прямо Прописано В нем Это Про Ходи А Рахем Аф Ламуше Сообщи Пути Мои Вот Смотрите Это По Поводу Знания Близко К Тексту Когда Сообщая Поведу Пути Свои Не Вспомнить Моше Просит Поведы Мне Пути Свои Вот Именно Этот Оборот И За ним Шло Срамедот И Тут Сразу Идет Рахем Вахену Нерахапаем Точно Так же Я Читал Статью Которая Например Доказывает Что здесь Сешло Шасрамедот Есть По всем Внениям Там Есть Споры Как Делить Их На Тринадцать Но Например Является Ли Хошем Хошем Эль Вот Эти Первые Три Упоминания Имени Всевышнего Частью Медот Те Кто Считает Что Да Некоторые Считают Что Оба Хошем Некоторые Считают Что Одно Хошем А Некоторые Считают Что Первая Меда Эль А Некоторые Ее Медой Не Считают Одно Вминания Но Вархинавше Эд Хошем Вархинавше Эд Хошем А Вот Там Где Можно Я Покажу Там Где Тот Человек Который Доказывает Что Меда Которое Имя Эль То Он Доказывает Что Она Есть Ее Совсем Не Видно Он Доказывает Что Вот Это Ло Перестановкой Букв В Обратную сторону Вот Эти Многократные Повторения Ло Вот В этих Стихах Это Подразумевание Как раз Вот Этой Меды Которая Лола Медсах Это Как раз Меда Которая Эль Рахашем Кашем Эль Рахуб Ханун Да Вот Это Вот Это Ло С перестановкой Духа Это Намек На Эту Меду Ну По крайней Мере Тот Актер Который Он Всюду Пытается Отследить Я Не Считаю Что Он Глубоко Что Он Совсем Прав Но То Что Здесь Они Имеются Он Хочет Довести До Конца Но Я Не Уверен Что Он Прав Но Это Остроумно По крайней Мере Я Я Хочет Просто Показать Что Он Считает 67 Медот И Конечно Вот Первые Два Оборота Меды Вот Она Бархинавши Хошем Бархинавши Хошем Вот Два Раза Хошем В начале Благослови Душа Моя Гошема И В повторение Это Как раз Хошем Гошем Эль Рахум Баханут Вот Это Два Хошема Которые Открывают Это На самом Деле Псалом Ашло Шесре Медот Причем Я хочу Еще раз Подчеркнуть Что Медот Настолько Весело Изложены Что Они Еще Более Милосердны Чем Оригинал Вот Что Автор Проделывает Здесь Что Они Еще Более Они Это Милосердие Возведенное В полный Абсолют И это Правильно Для больного Человека Для Йом-Кипура Это Абсолютно Правильный Подход Взгляд На мир И Это Надо Читать Йом-Кипура Да Окей У меня Еще можно Спасибо Большое Спасибо за урок У меня просто Замечание Что Молитва И мольба Не появляются В 18 стихе То есть Самой Как бы Молитвы Нету Но есть Надежда На то Что Она Будет Услышана Нет Не 18 Какой Другой Лишом Рэй Брито 18 Это Лишом Рэй Брито Это Я Другой Милосердие Милосердие Всевышнего От Века И До Века Над Боящимися Его Уцуткатоливны Ваним И Я Напоминаю В шло Шестер Медот В 13 Медот Покет Авон Баним Альвне Ваним Ваним В Аль Шли Вальш Лишим Валь Виим Да То Вот Появление Здесь Банэ Это Просто Отсылка Вот К этим Медот Какие Есть Это Отсылка Просто К Очередной Меде Совершенно Вот Это Очевидно Вот Это Причем Замечу Что Замена Пакет Авод Авод Вместо Этого Хасадхашем Невека Это 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 Шло Шест Рамидот Которые Возведены В абсолют И они Милосерднее Чем То Что В библейском Тексте Ну да Ну да Ну да Ну хорошо Мы на этом Заканчиваем Правильно Да Все Спасибо Огромное Спасибо Спасибо Суроту Суроту Вот Победа Израиля Спасибо Спасибо Больше Никто Не погибал Всем Счастливо Пока Спасибо Спасибо Спасибо